Здравствуйте! Эксперт нашей программы, но сегодня у нас необычный большой материал про мусор, подробно давайте посмотрим и продолжим нашу программу, запаситесь терпением, студию вы не скоро увидите, а будет подробный материал как раз по работе новой мусорной компании, по работе рекоператора Единого, который сейчас начнет работать скорее всего с апреля, да? С апреля. С апреля месяца. Давайте посмотрим. С апреля месяца. Первое. Эксклюзивное интервью генерального директора ООО «Магнит», которое будет оригинальным оператором мусорной программы на территории области, господина Сергея Владимировича Шевченко. Прямо сзади нас его офис. Все мячи знают Маяковского 2, водоканал. Мы знаем на Карла Маркса и Наргосбыта, на Успенского, Омск РТС. Недавно узнали фонд капитального ремонта и теперь новый адрес. Улица Ильинская, 4, дробь 1. Давайте войдем вовнутрь и посмотрим, как же будет проводиться мусорная реформа в нашем городе и в сельских муниципальных районах. Сергей Владимирович, телезрители Омска и сельских районов впервые с вами знакомятся. Поэтому, если можно, пару слов о себе и о вашем предприятии. Всем интересно, что за такой «Магнит». Компания «Магнит» образовалась в Новосибирске для участия в конкурсе по строительству мусоро-сортировочных комплексов. Так как исторически я участвовал в проекте Новосибирской области и участвовал в сложении проекта, и участвовал в выборе земельных участков и в подготовке к конкурсу регионального оператора. Но поменялись участники и, собственно говоря, я вышел из проекта. То есть, миссию свою я выполнил, помог, насколько моих знаний хватало и уехал в свой родной Ямал, скажем так. Потом был объявлен конкурс в Омске и я решил попробовать себя точно так же сложить в Омской области. Понимание технологическое есть, то есть, есть опыт, есть технические решения. Ну и, собственно говоря, приняли решение с партнерами поучаствовать в конкурсе и попробовать решить вопросы, те, которые сегодня были, ну, казались, наверное, нерешаемыми. Ну и, собственно говоря, исходя из этого, мы предложили властям, поделились своим опытом. Приезжали мы в Омск с презентацией нашего видения и, собственно, получили приглашение к участию в конкурсе. Вот, было несколько компаний, было, я знаю, что было несколько претендентов. Местные компании, которые здесь работали. Вот, компании были, участники были из Волгограда и московская компания была одна, участвовали. Вот, собственно говоря, на сегодняшний день мы работаем в двух регионах. Это Ямал-Нинский автономный округ и теперь уже Омская область. Вот, достаточно много было вопросов, проблем. Ну, собственно говоря, правительство Омской области помогло нам, да, там, с выбором земельных участков. Вот, сначала и люди нас воспринимали, так, скажем, не совсем позитивно, скажем, да, там, негатив. То есть, пришли там сейчас, вот, ну, сегодня уже есть показать, что людям, да, то есть, что мы пришли не просто так, там, как говорится, ходить, там, деньги собирать, да. То есть, сегодня мы еще реформу не начали, но при этом уже потратили достаточно крупные деньги, вложились в оборудование, в новые технологии современные. Вот, с целью создания объектов, которых сегодня, в принципе, на территории Омской области, ну, не хватает и, фактически, можно сказать, даже нет. Да, сегодня лицензированный один объект, там, это город Называевский. Вот, сейчас завершили строительство первого завода, идет строительство второго завода на Ленинской территории, ну, на территории свалки. Собственно, почему были выбраны эти свалки, потому что мы все-таки считаем, что не стоит организовать новых каких-то площадок, да, максимально использовать то, что уже существует, и накопленный ущерб, который там есть. Мы постараемся привести в порядок, как бы, эту территорию, то есть, применить наши технологии с целью, там, конечно, рекультивация, это будет не быстрый, да, процесс, но, тем не менее, позволит минимизировать накопленный ущерб. Потому что я проезжаю по трассе, да, по федеральной, там, Тюмень-Новосибирск, ну, мы видим, с дороги очень, так, в глаза бросается такой достаточно огромный террикон мусора, который, я не знаю, там, ну, наверное, порядка 30 лет, наверное, накапливался, да, эти своры птиц, которые летают, ну, то есть, такой, красивый, на красивой территории такой некрасивый пейзаж получается. Ну, вот, собственно говоря, сейчас наша компания занимается как раз приобретением оборудования по переработке, то есть, мы сейчас находимся в договорных отношениях с компанией Европолимер Трейдинг, это российская компания, город Ростов-на-Дону. Вот, они поставляют оборудование нам для переработки, тоже мы с ними уже сотрудничаем много лет, скажем так, такие давние партнерские отношения надежные достаточно. Вот, и нам будут, ребята, поставлять линию по переработке ПЭД, вот, линию по переработке полимеров полипропилена, ПНД, ну, полипропиленов низкого, высокого давления. И речь идет именно о тех полигонных отходах, которые сегодня закладываются, да, то есть, сегодня полигон, если раньше, там, в 70-е, 80-е годы, это была упаковка, там, бумажная, да, там, в магазины мы ходили с авоськами, там, бутылки стеклянными мыли, ершиками издавали их на стекло, то сегодня это все композитные материалы полимерные, да, и фактически имеют очень высокую степень токсичности, да, то есть, в случае возгорания, как бы, полигонов, то есть, ну, они приводят к таким катастрофическим каким-то факторам задымления и все прочее. Вот сегодня есть уже технологии, которые позволяют этот полигонный отход, он с таким резким достаточно запахом, да, но все-таки позволяют это отмыть и переработать, дать вторую жизнь, как бы, этим отходам, тем самым минимизировать укладку на полигон, вот, чем мы сегодня, собственно, и занимаемся. Так как мы исторически, наша группа компаний сложилась как переработчики, то есть, мы движемся именно по этому пути, вот, ну, и, как бы, в целом нацелены на то, чтобы, как бы, там, это не звучало, там, сегодня мало кто в это верит, да, что мы все-таки, там, складываем экологическую какую-то составляющую, да, в первую очередь мы, наверное, бизнесмены, но по большей мере мы нацелены на то, чтобы привести в порядок территорию, потому что, ну, сегодня по Омской области накоплено ущерба порядка 58 миллионов тонн, то есть, мы делали, ну, объезды, осматривали территорию, когда уже приступили как региональный оператор, то есть, мы хотели понять масштабы трагедии, как говорится, смотрели это и с воздуха, и на земле, объезжали территории, ну, такая очень трагичная ситуация, потому что, там, в живописных местах, в лесах, да, там, куча мусора, это, я говорю, про территорию за городом, то, что происходит в городе, я думаю, жители сами все это видят, понимают, что отсутствуют и места накопления, сегодня губернатор выделил денежные средства, один из немногих, наверное, регионов, где власть пошла, ну, была озадачена проблемой создания там инфраструктуры, которая отсутствует, в принципе, да, там, не в полной мере отсутствует, но все равно не хватает там санитарных площадок, контейнерного парка, достаточно сложный бюджет, очень много различных проблем социального характера, но, тем не менее, деньги были выделены, проблема была услышана, то есть, мы показали достаточно много различного видео, фотографий, вот, и губернатор принял решение, что необходимо все это восстанавливать, приводить в порядок, ну, и, собственно, были вот приняты такие меры. Сегодня ведь сортировочный комплекс, это не то, чтобы там, давайте мы за вами уберем, да, то есть, это есть еще и другая сторона медали, сегодня это возможность появления нового сырьевого рынка, да, то есть, сегодня предприятие, которое, ну, существует в Омске, это переработчики картона, переработчики полимеров, есть, есть производство литьевое, да, то есть, у них есть сегодня дефицит, скажем так, вторичного сырья, вот, и сегодня очень много обращений идет от компаний, которые готовы приобрести сырье для того, чтобы перерабатывать, ну, и производить продукцию, поэтому, в принципе, сегодня, я думаю, что сортировка позволит, ну, открыть новые направления именно в переработке, поэтому здесь есть, наверное, некие минусы, потому что, ну, людям придется платить за ту утилизацию, за тот мусор, который они производят, да, но те же самые люди сегодня обретут рабочие места и достаточно много, да, то есть, пусть это небольшой вклад, да, там, в регион, но это также пополнение налоговой базы, да, там, это бюджетное учреждение, которое у нас содержится из налоговой базы, поэтому здесь, наверное, все-таки сейчас система, она приводится в порядок и так, как это должно быть, да, там, часто вот в последнее время мы слышим, вот, в Европе там дешево, там, вот, все зелено, там, все красиво, запахов нет, мусора нет, чистота, ездим, радуемся, наблюдаем, да, ну, я думаю, что, во-первых, это очень дорого в Европе, да, в Европе утилизация мусора стоит, ну, вот, человек платит где-то в месяц, если в наши деньги переводить, то это порядка 12 тысяч, поэтому не так там это все и дешево, и достаточно большие штрафы. То есть, у нас 130 рублей, а там 12 тысяч? Ну, в среднем, да, где-то 130 рублей, но, опять же, культура, да, которую мы сегодня видим, выбрасывают и около подъезда встречаем мусор, и на дороге встречаем мусор, и нерадивые юридические лица, которые везут, при этом, ну, зарабатывая деньги, не могут поставить свой бак один, да, для того, чтобы свой мусор набирать, там, вывозить его, вывозят и в леса, то есть, ну, это говорит о нашей культуре, которая сегодня, в принципе, отсутствует. Сегодня выехать, вот весна начнется, на майские праздники люди выйдут на природу, да, там, отдыхать, ну, посмотрим, что останется в лесах после этих людей. Сергей Горькович, ну, вот, первое, где вы сейчас зарегистрированы и куда идут налоги? Ну, и второе, конечно, это не секрет, и я вам лично это говорил, что мы хотели, чтобы были все-таки местные компании. Какое ваше мнение, что все они вот собирались, и путинцев, и другие, почему никто не пошел на конкурс из местных компаний, и только вы оказались местным участником? Спасибо. Ну, сегодня мы зарегистрированы в городе Омске, вот, полностью мы, налоги все будут платиться здесь, в городе. Фактически мы это сделали сразу после того, как, ну, прошел конкурс, мы перерегистрировались, потому что я считаю, что все-таки любая плата должна оставаться, как говорится, в казне региона, да, от того, где ты участвуешь. Встречались с местными перевозчиками, крупные такие компании, как там, Федотова, Путинцева, да, там, там, всем, ну, все знают этих людей, как бы они коренные жители города Омска, да, как бы участвуют в социальной жизни города. Ну, в принципе, основная наша задача не только город, но и область, да, и посыл губернатора в момент, когда мы представлялись как региональный оператор, основной посыл губернатора был таков, что в первую очередь сохранить всех тех, ну, все те рабочие места, которые существовали в области, да, то есть транспортные предприятия, там, кто занимался утилизацией, поддержать, да, по возможности, там, где-то сырьевой базой, где-то, может быть, привлечь их к каким-то работам. Вот, ну, собственно, мы и для себя, и политику, и стратегию таким образом и развиваем. То есть, сегодня, да, по конкурсу отобран вовщик, компания Экос, но эта компания была победителем в конкурсе, и мы искали себе финансового партнера, надежного, который, с учетом того, что не все добросовестные жители, да, там, платят за свою услугу, при этом, там, ну, все-таки мусор выбрасывают, да, вот, нам нужен был партнер, который будет оказывать услугу ежедневно, без каких-либо срывов, без каких-то там, там, ну, таких потоков, ссылок на то, что нет денег, что нет денег на толку, да, там, на ремонт, на топливо, на зарплаты, на налоги, на все остальное. Поэтому и конкурс был объявлен такими большими достаточно лотами, что человек должен был, участник должен был показать свою состоятельность, что он действительно может приобрести и новую технику, своевременно всю эту услугу оказать. Вот, но беседуя с ним, вот у нас с ним, с представителем компании, было сейчас совещание по транспортной логистике, по сложности региона, по труднодоступным местам отдаленным, по городу, там, где сегодня отсутствуют контейнерные площадки, существует мешочный сбор, то есть, каким образом выстроить эту работу и что использовать, какие компании использовать. Мы, нам предоставляли информацию с районных центров, у нас есть информация по городу, то есть, мы проводим сейчас с ними встречи, совещания, я в них участвую тоже, вот, потому что я четко должен понимать, что какие договорные отношения между компаниями, как эта услуга будет, какие там сложности, какие проблемы, да, для того, чтобы я мог это доносить до властей, где-то корректировать работу, вот, но всех ввозчиков, которые сегодня существуют на территории местных, мы всех их будем привлекать. Ну, понятно, у кого есть лицензия, у кого есть специализированный транспорт, который может оказывать эту услугу, ну, и мое, как бы, пожелание услышало руководители компании ЭКОС, и фактически они уже сейчас находятся в стадии переговоров, взаимоотношений, как построить программное обеспечение, контроль, там, супервайзинговая служба, как будет работать, да, для того, чтобы контролировать своевременный вывоз, ну, то есть, сейчас идет уже рабочий процесс. А, следующее, ну, то, что тоже интересует наших телезрителей, конечно, всех, начальников, простых людей, реально, 1 апреля начнем работать или не начнем? И вот, если можно, процесс как будет, и что изменится для нашего рядового омича, жителя большого дома, кого-то, или частного дома? Ну, с 1 апреля реформа начнется, то есть, запустится полноценно. Первое, что мы должны сделать, остановить поток укладки на полигон. То есть, весь мусор, который сегодня образовывается в Омске, вот, он будет завозиться на два сортировочных комплекса. Сегодня ведутся переговоры с областью на выделение земельных участков для строительства объектов обработки с элементами перегрузки на территории Омской области, внесены корректировки в территориальную схему. Эта схема там, ну, для, скажем так, для простых жителей. Есть информация о том, что есть территориальная схема, где отмечены все контейнерные площадки, где любой человек может зайти и посмотреть, соответствует его площадка или нет, где объекты, куда везется мусор. Сейчас мы готовим программу, то есть, у нас, ну, прописывается программа, будет видно, как движутся машины, по какому графику они двигаются, в какое время они забирают мусор, где номер машины, номер, там, фамилия водителя. То есть, все будет видно. Вот, и фактически, ну, к чему мы стремимся? В первую очередь, мы стремимся к тому, чтобы город сделать чище, да, для того, чтобы на площадках не лежал мусор, там, не было этих скоплений. Это наша основная задача. Конечно, в моменте мы не сможем решить проблему, да, там, что, там, завтра раз и 1 апреля стало идеально чисто в городе. Понятно, нет. Есть различные категории людей, кто делать будет и назло, да, то есть, где-то есть и юридические лица, которые возят, как я уже, да, говорил. То есть, мы над этим, над всем будем работать. Понятно, что нужно будет их искать, определять, кто это. Будем проводить с ними работу, будем привлекать власти, будем надзорные органы привлекать. Но основная задача – это сделать город чище. Я надеюсь, что люди это оценят, увидят, да. Ну, и, соответственно, будем прорабатывать основной вопрос. Там, где будут большие скопления, где нехватка будет контейнерного парка, будем уже работать с увеличением контейнерного парка. Потому что в многоквартирных домах, ну, как правило, площадок не хватает. Ну, и, как бы, вот, пользуясь случаем, да, то есть, есть такие проблемы, где жители переносят эти контейнерные площадки там, потому что запах, наверное, образуется, потому что, ну, не своевременный вывоз там есть. Вот, где-то какие-то моменты. То есть, нам сегодня очень нужна помощь жителей для того, чтобы актуализировать расположение контейнерных площадок. Потому что это огромный пол работы, который мы сегодня проводим. И, фактически, ну, не все соответствует тому, что есть. Ну, мы, наверное, сегодня еще поговорим об этом. А сейчас, если можно, посмотрим подготовленный вашей присутствует очень интересный сюжет о вашем опыте и об опыте европейских коллег. ООО «Магнит». В январе 2019 года в тестовом режиме уже запущен первый мусоросортировочный комплекс, расположен он в Кировском округе. В настоящее время завершается строительство подобной площадки в Ленинском округе. Работа этих двух заводов позволит существенно снизить урон наносимой экологии региону. Однако, чтобы добиться практически стопроцентного отбора фракций, которые в дальнейшем отправятся на приработку, а процент захоронения остатков свести до минимума, в Омской области необходим автоматизированный мусоросортировочный завод. Его строительство запланировано на 2020 год. Проект мусоросортировочного завода, который построят в Омской области, уникален. В России подобных объектов нет. Сортировку отходов на заводе будут осуществлять роботы. Грейферная установка отправляет мусор в пакеторазрывательную машину. Специальное устройство, предназначенное для открывания мусорных пакетов, в которых приходит больше половины всех бытовых отходов. Рабочие вручную отбирают крупные фракции. У каждого работника свое задание. Затем отходы отправляются в грохоты – устройства для механической фильтрации мелких фракций, таких как земля и пыль. Волковый баллистический сепаратор разделяет мусор на различные фракции. Органические отходы просыпаются вниз. Крупные фракции различного типа отправляются по своему маршруту. Картон вверх, пластик чуть ниже. Очищенные от грязи отходы проходят через оптический сепаратор. Контроль качества на заводе осуществляют рабочие. Важно, что новый роботизированный мусоросортировочный комплекс будет соответствовать современным экологическим стандартам и не опутать территорию вокруг себя зловонным запахом. Достигаться это будет за счет высокой степени отделения органических отходов и ионизации воздуха внутри завода. Отходы выходят в виде чистого, спрессованного, аккуратные брикеты сырья, которые отправятся во вторичную переработку на профильные предприятия. Сергей Владимирович, каждая область имеет специфику. И вот Ормская область, к сожалению, это, конечно, не ваша вина, это все было до вас. Так получилось, что много было разговоров, но реально полигона, вы об этом уже сказали, кроме небольшого полигона в Называевке, нет. Как вообще планируется, с учетом, сейчас вы будете перерабатывать? Вы знаете наверняка, что в Таврическом планировался полигон, планировался в Андреевке, Ормского района, рядом с Андреевкой, так ничего не сделали. Как вообще будет вестись эта работа? И с надеждой, на что тоже хотелось бы понять, то, что много есть противников, что там рядом курортная зона, в то же время хозяева предприятия говорят, почему у нас тоже все законно, и мы тоже хотим работать, как вот эти вот полигоны. Спасибо. Александр Владимирович, ну здесь же ситуация такая, что все те предприятия, которые сегодня существуют, они же существуют не первый год. И не первый год занимаются отходы. Мы, собственно говоря, ни с кем не соревнуемся, не пытаемся никому доказать что-то. То есть у нас есть четко поставленная задача, мы взяли на себя обязательства эти проблемы и задачи решать. Для нас, в первую очередь, мусор – это развитие новой отрасли, направление промышленности. Мы в этом видим перспективу. То есть я занимался различным бизнесом, занимался и строительством нефтепроводов, газопроводов, строительством там дожимных насосных станций, связанных с нефтью, да, с газом. Поэтому для себя я вот определил, да, то есть я в какое-то время начал заниматься экологией. И для себя вижу это как перспективное направление на будущее. Поэтому сегодня в старой террасхеме было указано там масса строительства мусоросортировочных заводов, которые никогда в жизни бы не окупились, да, то есть которые, в принципе, были бы полностью дотационны, да, там субсидировались бы из бюджета. Там огромное количество было перегрузочных станций, там порядка 20. Там транспорта нужно было там что-то около 400 машин. То есть, ну, такие были расчеты. И наверняка это и в этих расчетах участвовали те люди, которые сегодня в области и работают. Мы для себя пересмотрели всю эту концепцию и предложили региону несколько другой вариант. Уйти от 20 сортировочных комплексов и поставить... Для всех что за сортировочный комплекс? Чтобы я так понимаю, но чтобы все понимали, о чем я слышу, что очень интересно, то, что вы рассказываете. Ну, сортировочные комплексы мы сегодня для себя видим именно автоматизированные сортировочные комплексы, которые мы строим. Сегодня то, что мы построили, это линии полуавтоматы, да, то есть за короткий промежуток времени невозможно создать автоматическую линию. Но эта линия позволит отделять органику и неорганику. То есть в каждом райцентре и не будет? Нет, в каждом райцентре и не будет сортировочной линии, потому что, ну, это, во-первых, увеличение тарифа было бы огромнейшее, там, я не знаю, даже каких размеров было бы эти тарифы. Вот. И, соответственно, это люди, которые бы участвовали в этой сортировке, да. Ну, это все потянуло бы огромные капитальные и оперативные затраты. Мы же предложили построить два комплекса на всю область. То есть один комплекс мы планируем в районе Тары, города Тары. И второй комплекс мы планируем в районе города Омска или там Омского района. Почему именно таким образом? Потому что основные источники это Омск, Тара и близлежащие районы, да. То есть для того, чтобы минимизировать выделение земельных участков, чтобы не организовать эти свалки, для того, чтобы, ну, скажем так, полигоны не организовать дополнительные, да. То есть, ну, расчет сделали именно такой. Тот же самый мусор, который сегодня существует там в райцентрах, эти небольшие свалки, да, они стали стихийными. В части того, чтобы туда поставить какое-то оборудование, оно просто нецелесообразно. Оно просто будет всегда, во-первых, убыточное, во-вторых, оно будет тянуть из бюджета деньги. В бюджете их просто нет. Поэтому мы для себя таким образом механизмы сложили. Но для того, чтобы была линия автоматическая и поставить роботов, которые эффективно бы убирали все отходы, да, максимально их рассортировали и давали бы пользу, нужен большой объем. Ну, вот исходя из этих вот критериев, понимания наших технологических каких-то решений, опыта нашего, мы для себя приняли вот такое решение, для того, чтобы нужно поставить основной завод около самого большого источника отходов, это город Омск и Омский район и город Тара, да. И, соответственно, все остальные небольшие районы уже мусор стягивает на центральные сортировки. Я хотел бы, чтобы вы обратились к мячам с какими-то обращениями, своими пожеланиями, как мы будем входить в новую программу. Уважаемые жители города Омска и Омской области, хотелось бы обратить ваше внимание на проблему, которая сегодня существует вообще не только в Омске и области, но и во всей Российской Федерации. Сегодня отходы, те, которые вы накапливаете, которые вы выбрасываете, и не задумываетесь над тем, что происходит с ними дальше, наносят огромный урон нашей природе. И хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на то, что мы оставим своим детям. Вы можете оглянуться назад и посмотреть, что нам оставило предыдущее поколение. Ну и как бы давайте все вместе сделаем город чище, сделаем область нашей чище. И мы для этого вам в помощь максимально готовы помогать, разбирать все проблемы. Можете к нам обращаться, мы готовы пойти вам навстречу и на помощь. Продолжим нашу программу. Ну вот такой объемный, большой материал. Ну что тут можно дополнить, Александр Владимирович? Что я хочу еще раз обратить внимание. Я понимаю, что не все дружат с интернетом. Но придите в КТОС. Не любите КТОС? Придите в окружную администрацию или управляющую компанию. Посмотрите карту эту, которую сделал министр Лобов. Вы поймите, это ж не шутки. Сегодня капитализм. Сегодня не советская власть. 1 апреля придет, в карте схемы нет вашей побойки. Все, до свидания. Что ее нет в тарифе, он что бесплатно вам повезет? Не повезет. И особенно это касается сельских районов и частного сектора в городе. Там, где их сегодня нет этих мест складирования отходов. Поэтому, уважаемые телезрители, конечно, мы должны сами, человек-кузнец, своего счастья. К сожалению, время нашей программы ограничено. Я хочу поблагодарить Александра Владимировича Лихачева, эксперта нашей программы, за участие в программе, за то, что сегодня у нас объемный, большой материал вышел. Я думаю, что мы еще не раз будем встречаться на эту мусорную тематику, так называемую мусорную тематику, и будем отвечать на ваши вопросы. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»